Всем привет! Я Дима Катичев, скрипач групп Оркестр Фишера и Месье Густав, специально для musicmarket.by. Сегодня мы делаем обзор на скрипки начального уровня бренда Servini. Либо Servini, либо на итальянский манер Chervini. Производством этого бренда занимается американская корпорация Saga Music. Корпорация американская, а производство китайское. Тем не менее, фабричное производство подразумевает собой минимальное количество брака. Поэтому скрипки по цене бюджетные, а качество у них вполне достойное. Сегодня мы рассмотрим три наиболее ходовые модели этого бренда. Servini HV100, HV150 и HV200. У меня в руках самая бюджетная модель этого ряда. Servini HV100, выполнен в размере 4 четверти. В магазине в наличии размеры от восьмушечек и выше. Верхняя дека этой скрипки выполнена из ели. Обечайки, нижняя дека и шейка скрипки из клёна. Гриф и фурнитура выполнены из твердых пород дерева, выкрашены в черный цвет. Подгрифник выполнен из композитных материалов и, в принципе, выполняет свою работу. От него много не требуется. Четыре квинтовые машинки для точной подстройки вашей скрипки. Подбородник, как заявлено производителем модели Stradivari, чтобы это не значило. У всех моделей этого бренда уже изначально настроенная подставка, подточенная по высоте и ширине. Это значит, что вам нужно только настроить инструмент и, в принципе, можно сразу уже на нём играть. В комплекте с каждой скрипкой этой модели идёт лёгкий и удобный футляр с кармашком для нот и отделом для аксессуаров. В комплекте к каждой скрипке идёт смячок Энтон Бреттон, AB113, трость восьмигранная, волос конский. Можно брать и играть. Стоит упомянуть, что для полноценных занятий стоит докупить мостик. Мостика в комплекте нет. Следующая скрипка этого модельного ряда Servini HV150 и отличается над предыдущей тем, что верхняя дека у неё выполнена из массива ели. Массив ели – цельный кусок дерева, который имеет свой характер звучания и, в принципе, по звуку эта скрипка должна отличаться от предыдущей. КОНЕЦ И последняя скрипочка у меня в руках этого модельного ряда Servini HV200. Выглядит интересно, уютно, цвет у неё приятный для глаза. Основное её отличие от предыдущих скрипочек в том, что каждая деталь её корпуса выполнена из массива дерева. В данном случае верхняя дека выполнена из отборного массива ели, нижняя дека обечайки выполнена из массива клёна. Соответственно, резонанс у неё будет несколько другой по сравнению с предыдущими скрипками, и характер звучания у неё тоже будет несколько более выраженный, поскольку корпус будет резонировать более цельно. Плюс к этому подставка для струн выполнена из состаренного клёна, что, по заверениям производителя, должно отлично передавать вибрации струн на верхнюю деку инструмента. В отличие от предыдущих моделей, HV200 начинает свой модельный ряд с четвертушек, а восьмушек нет. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В руках у меня два инструмента, потому что рук у меня только две, но это HV100, а это HV200. Средненькая HV150 лежит в чехле. Что могу сказать про HV100? Самая дешёвая. В принципе, она имеет право на засчитывание. Её можно брать в поход, в ней можно играть в переходах, на ней, в принципе, можно играть в какую-нибудь этнику. Конкретно этот инструмент можно чуточку доработать, буквально чуточку подставку немножко сместить, чтобы мензура была более точной, и он будет вполне рабочим. Он и сейчас рабочий, просто его можно немножко подтюнить. И самый дешёвый инструмент из здесь представленных имеет право на засчитывание. HV150. Вторая из трёх скрипочек. У этой скрипки уже есть характер. Так полагаю, благодаря верхней деке и из массива дерева у неё есть свой тембр, свой вкус, свой стиль. На ней, в принципе, можно и учиться играть, и играть. Понятно, что она достаточно дешёвая, но, тем не менее, это хороший инструмент за свои деньги. И последняя скрипка. HV200. Servini. Моё почтение. Приятно. На взгляд, на звук. Хороший резонанс. Приятный тембр. Отличный вариант. И пара слов в сравнении 150 и 200 моделей. На самом деле, различаются они не очень сильно. Отличия буквально вкусовые, стилистические. То есть, если вам нравится на вид вот эта скрипочка и по звуку, берите её. Если вам нравится вот эта скрипочка по внешнему виду и по звуку, берите её. Тут вы ничего не потеряете и, наоборот, приобретёте, если будете довольны своим выбором. Поэтому пробуйте, слушайте и выбирайте, основываясь на своих впечатлениях. Ну и лично я, конечно, выбрал бы 200. Приятная скрипка, хорошая. Мне понравилась. И лежит в руках. Удобно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok